Поэтому пока что мы даже не ученики, мы кандидаты в кандидаты. На первом отсеве пока что мы видим, что наши местечковые корыстные желания гораздо сильнее, чем наше внутреннее стремление к Божественному. Мы видим, что прохлад, другое, ну не важно сколько им было, там 6-7 лет, если есть теистическое состояние человека, его настроя, он готов следовать глубокой духовной жизни. Поэтому Писание говорит, что Господь услышит богоугодников, преданных. Мухараш не считал, что все, кто получили посвящение, стали преданными. Они стали достойны в семье преданного, но Галина Мухараш спросил, сколько у вас учеников, он сказал, четкие я раздал многим, а вот кто мои настоящие ученики, я еще посмотрю. Поэтому, понимаете, вот это вот там, вот у меня вот это и вот это, это так можно рассказать друг другу, похвастаться Брахманским шнуром, но этого недостаточно. Если бы Господь не был очень милостивым, мы бы здесь себя с вами не сидели, он бы не явился без них лично, но он явился здесь лично не удовлетворять нас, а чтобы мы его начали удовлетворять. Кришна не будет удовлетворять наши поверхностные амбиции, он не для этого существует, от этого нам не будет никакого блага. Кришна является, чтобы мы начали его удовлетворять, если мы будем его искренне удовлетворять, тогда сто процентов и понимание придет, и дух придет служению. А нету духослужения, нету подлинной духовной жизни. Неважно, чем вы ученик, какого гуру, Абадута, Махараджа, Гавина, Махараджа, Ачали, Махараджа, еще кого-то, это неважно, в целом, чтобы вы понимали. Гуру – это Господь, и пока Господь не увидит, вашу подлинную искренность, не будет благосленности. Кришна очень легко платит за служение зарплаты, вообще в легкую, в счет ли на него камешки или бумажки, может тебя сделать богатым, известным, в мире иллюзий, но Кришна очень с большим трудом раздает бхакти, бхакти – это очень редко, бхакти – это вечное, поймите. Хотите играть в Хари Кришну, будете играть в это, я пока не рассматриваю Харьков как очень серьезное место, и даже Киев, если честно, потому что я пока не вижу результатов. Двадцать лет мы накатывали Питер, пятнадцать лет в Москву. Пятнадцать лет Киев. Что? Пятнадцать лет Киев. Пока нету некого, нет драмачалей там, нету там советского центра, нету людей. Пока так, это в демо-режиме все. Я ищу место под храм, а вот кто в этом храме будет жить и служить – это другое дело. Я уверен, что такие люди есть в Украине, но я не уверен, что это много. Украине нужны свои украинские святыни. Но это не так все просто, друзья мои. Это процесс как бы векового, то есть сто лет будем смотреть, кто один, два преданных. Так что мы сейчас все кандидаты в марафон, но марафон начинается и бежать придется очень долго. Вечность, вечный марафон. Субтитры создавал DimaTorzok